Плюс 40 в середине августа – обычное дело в Альгаре, посёлке на юге Испании. К вечеру становится прохладнее, и местные жители выносят на улицы стулья, а порой и столы. С древности здесь встречают закат и большой кампании за неспешной беседой. Уберечь традицию в условиях повального погружения в мир соцсети решил мэр города. Подал заявку на признание уютных вечерних посиделок Альгара объектом нематериального наследия ЮНЕСКО. «Добрый день, как дела? Пережидаете жару?» «Мы здесь, на улице, дорогой. Нет никакой прохлады, но, по крайней мере, мы на воздухе». «Хорошо. Здесь лучше, чем дома?» «Да, конечно. Хотя у меня дом новый, но мне нравится сидеть здесь, видеть людей, много иностранцев, увлекательно». Когда мэр Хосе Карлос был маленьким, на улицу выходили всей семьёй. Теперь же в основном пенсионеры и дети. Подростков и молодёжи всё меньше. Между тем, у совместного времяпрепровождения есть много преимуществ. Это экономит электроэнергию, в кондиционере и свете по вечерам нет необходимости. Но главное – дарит жителям чувство единения, не оставляя шансов одиночеству и стресса. «Наступил бум социальных сетей, все под их властью. Если сидеть в них немного меньше, можно вновь общаться с людьми лицом к лицу. Я думаю, мы вернём утраченное. Ведь это гармония, весёлое настроение и возврат к традициям. А ещё это заряжает энергией». Получение статуса ЮНЕСКО – процедура долгая, однако Альгар уже сейчас видит пользу. О южном городке стали писать национальные и иностранные СМИ. Посёлок получил бесплатную рекламу. О нём узнали от Мадрида до Барселоны. «Барселоны»